СПОРТМИКС 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 И в рамках этого турнира состоялась матчевая встреча между сборными Кыргызстана и Узбекистана. И сегодня мы вам покажем 10 боев этого турнира. Итак весовая категория до 60 кг на ваших экранах. Здесь встретились Али Мардан Абдекадыров, представитель Кыргызстана. И соперником Али Мардана был Эльер Физиров. Ну соответственно из Узбекистана. Как я уже сказал это была матчевая встреча между командами Кыргызстана и Узбекистана. Кстати узбекистанскую команду представляли бойцы из клуба Ахмат. Это филиал чеченского клуба имени Ахмата Кадырова. Итак, как мы видим в атаке Али Мардан Абдекадыров, представитель Кыргызстана. И вот пытается провести атаку, но бойцы поставлены в стойку и борьба продолжается в стойке. Ну как мы видим, наш борец предпочитает борьбу в партере. Но тем не менее ударами с рук он также владеет. И вот мы видим, что пытается Али Мардан атаковать своего соперника руками. Но Али Мардан Абдекадыров, соответственно, обороняется. Вообще стоит отметить... А, ну вот мы видим сдачу. Удушающим приемом победу в этом бою одержал Али Мардан Абдекадыров. Давайте еще раз посмотрим атаки в исполнении нашего спортсмена. И вот тот момент, когда сдался Эльер Физеров. И таким образом победителем этого боя стал Али Мардан Абдекадыров. Следующая весовая категория. До 65 килограмм здесь встретились Тенебек Эминджанов. Он слева на ваших экранах сейчас в атаке. И соперником Тенебека в этом бою был Дадахон Хасанов. Пока он в положении снизу. Вот в трико Дадахон. И, как мы видим, Тенебек Эминджанов пытается атаковать. Вообще, Всемирная Федерация Национальной Борьбы Калатуэр Таймаш ММА была образована 3 октября 2014 года. То есть, чуть более года работает эта федерация. И вот до настоящего времени она провела уже три таких масштабных международных турнира. И один профессиональный турнир. Вот мы видим в атаке Дадахон Хасанов. Наш гость из Узбекистана. Сумел выйти из этого трудного положения Тенебек Эминджанов. Но, тем не менее, Узбекистанец вновь в атаке. Наносит удары руками. И приходится нашему бойцу закрываться и, так сказать, обороняться. Вновь в атаке Дадахон Хасанов. По-моему, удушающий пытается провести узбекистанец. Вот внимательно рефери в ринге смотрит. И сдается Тенебек Эминджанов. Таким образом, удушающим приемом в этом поединке победу одержал наш гость из Узбекистана Дадахон Хасанов. Но мы смотрим еще раз атаки в исполнении спортсменов. И победа узбекистанского бойца. Еще одна встреча в весовой категории до 65 кг. Здесь встретились Саунаур Эргишалиев. Он в розовых таких шортах. И соперником Саунаура в этом поединке был Абдулла Саидов. Вот пытается провести прием наш борец. Не получилось бросить соперника Саунауру. Но тем не менее он продолжает атаковать. Попытался нанести несколько ударов. Но вот подножка у Саунаура получилась. Бросил он своего соперника. И борьба продолжается в стойке. Ну если говорить о федерации Кулат Тойр Таймаш. Можно отметить что эта федерация получила право все бои которые проходят под эгидой этой федерации. Эта федерация имеет право вносить в рейтинг бойцов в мировой рейтинг. И таким образом это конечно же привлекает бойцов на турниры под эгидой Кулат Тойр Таймаш. Так как они уже будут так сказать их бои, бои с их участием будут уже фиксироваться в международном рейтинге. Ну а это как вы понимаете для каждого бойца немаловажно. Ну вот бекфист увидели. Попробовал Сауна Аргишалиев провести такой удар с разворота. И практически у него получилось. Давайте еще раз посмотрим. В принципе довольно хорошо попал своему сопернику Сауна Аргишалиев. Ну а вот в этом моменте По-моему поплыл уже соперник Сауна Аргишалиев. В итоге бой был восстановлен и наш боец одержал победу. Это Сауна Аргишалиев. Следующая весовая категория до 70 кг здесь встретились Абдул Гаджи Газиев. Представитель Кыргызстана и соперником нашего бойца в этом бою был Мансур Тугизбаев. Ну а вообще если говорить о единоборствах, то можно отметить, что с каждым днем интерес к боям смешанного стиля растет и не только в Кыргызстане, но и во всем мире. И многие спортивные аналитики справедливо отмечают, что этот спорт на сегодняшний день является наиболее быстро растущим и быстро развивающимся в мире. И соответственно во многих странах есть национальные виды спорта, которые отвечают правилам ММА. Это, к примеру, греческий панкратион, бразильская валитуда и многие другие виды спорта. И вот, кстати, Кулату это наш национальный вид спорта. Он уже более 20 лет, насколько я помню, развивается в Кыргызстане. Ну а вот с прошлого года создана федерация Кулату Эртаймаш. Это международная федерация, штаб-квартира которой находится в Бишкеке. И вот эта федерация полностью отвечает международным правилам. Кулату Эртаймаш является разновидностью борьбы и представляет из себя полноконтактный бой с применением ударной техники и элементами борьбы как в стойке, так и в партере. А у нас завершен поединок в категории до 70 кг. Мы видим атаку в исполнении Абдул-Гажигазиева, который и становится победителем этого боя. Следующая весовая категория, точнее та же весовая категория до 70 кг. Еще один бой в этом весе. Здесь встретились Музафар Касымов, представитель Кыргызстана и узбекистанец Бабур Курбанов. Пытается Музафар атаковать. Удалось ему перевести в партер соперника. Но, как мы видим, обороняется Бабур Курбанов и выходит из этого трудного положения. Вот мы видим коленями Бабур Курбанов пытается атаковать. Это уже элементы из тайского бокса. Видимо, тайский бокс является родным, так сказать, видом спорта для Бабура Курбанова. Ну и вот, попытался Бабур болевой прием провести. Не получилось. И теперь уже Музафар Касымов атакует, но бойцы поставили в стойку и борьба продолжается. Ну вот, в связи с тем, что в мире очень большой интерес к смешанным единоборствам, было решено в Кыргызстане создать вот эту федерацию Кулат-Тойр-Таймаш. В настоящее время федерацию возглавляет. То есть президентом федерации Кулат-Тойр-Таймаш ММА является Руслан Кадырмышев. И теперь эта федерация имеет возможность развивать этот вид спорта не только в нашем государстве, но и во всем мире. И, естественно, спортсмены будут иметь перспективу, стать популярными не только в стенах, так сказать, своей страны, а также могут выступать в крупнейших мировых промоушенах, представляя свою страну и этот вид спорта. А у нас, мы видели, провел атаку на руку Бабур Курбанов. И пришлось Мазафару Касынову сдаться. Таким образом, в Узбекистане свой игровой сбой болевым приемом. Следующая весовая категория. До 74 килограмм здесь встретились Мелис Абдратманов, Кыргызстан, и соперником Мелиса в этом бою был Сухроб Бариев, представитель Узбекистана. Висовая категория до 74 килограмм. Кстати, вот этот, можно назвать его, масштабный спортивный проект. Кулат Тоймаш ММА признан международными организациями. И в настоящее время работает как равноправный партнер и участник всемирной организации ММА. Ну, как любители спорта, любители единоборств знают. Федерация ММА, которая работает в мире, президентом федерации ММА является Фельдкинштейн. Но почетным президентом этой федерации является российский боец, легендарный боец Федор Емельяненко. И, кстати, вот буквально недавно, в конце ноября, сборная команда Кыргызской республики проняла участие в чемпионате мира по смешанным единоборствам. И в итоге наши ребята завоевали две бронзовые медали. Ну, а президентом федерации ММА Кыргызстан является Лугбек Омурзаков. Ну, а у нас продолжается поединок в категории до 74 килограмм. Прекрасную атаку провел Сухроп Бориев и в итоге одержал победу нокаутом. Давайте еще раз посмотрим атаки в исполнении спортсменов. И вот этот удар, который привел к нокауту. Таким образом победу в этом бою одержал Сухроп Бориев, представитель Узбекистана. Следующая весовая категория до 77 килограмм. Здесь встретились Самат Эмилбеков, Кыргызстан и Белал Махов, Узбекистан. Ну, вот кто увлекается борьбой, наверное, сразу подумали, что Белал Махов это полный тезка российского борца Белала Махова, который выступает в супертяжелой весовой категории. И на прошедшем в Лас-Вегасе в сентябре месяце чемпионате мира Белал Махов стал бронзовым призером в соревнованиях по греко-римской борьбе. И также Белал Махов стал бронзовым призером в соревнованиях по вольной борьбе. На моей памяти впервые такое произошло, то что один борец в двух видах программы завоевал медали на чемпионате мира по спортивной борьбе. Ну, а у нас не борьба, у нас смешанное единоборство, и мы смотрим поединок между Саматом Эмил Бековым и Белалом Маховым. Ну, также можно отметить, что в настоящее время Федерации Эртаймаш воспитали, можно сказать, новое мировоззрение у спортсменов, создали новый стимул и мотивацию для бойцов. Ну, а также воспитали целый ряд спортсменов мирового класса, которые в настоящее время составляют, можно сказать, элиту Кыргызстана. Ну, а у нас в атаке Саматом Эмил Беков и пытается провести прием, но обороняется Белалом Махов. И борьба, как мы видим, идет в партере. Ну, и пришлось сдаться нашему гостю. Давайте еще раз посмотрим атаки в исполнении спортсменов. И в итоге победа в этом бою одержал Самат Эмил Беков, представитель Кыргызстана. Еще одна встреча в категории до 77 килограмм здесь встретились. Алтенбек Мамашев. И соперником Алтенбека в этом бою был Умиджон Сагдулаев. Ну, пока вы смотрите этот бой, я еще немного расскажу о федерации Кулак Туэр Таймаш. Так вот, здесь, так сказать, запустили принципиально новую систему развития федерации и систему деятельности. Так, в настоящее время практикуется проведение постоянных матчевых встреч с бойцами из стран ближнего и дальнего зарубежья. И намечена программа вот такие встречи, как со сборной Узбекистана проводить ежемесячно. Это будет проходить по аналогии UFC и будут иметь эти встречи названия WF1, WF2 и так далее. Но УВФ это Волк Эр Таймаш Федерейшн. Так называется эта организация. Ну, а у нас завершен поединок в категории до 77 килограмм. И удушающим приемом победу в этом бою одержал представитель Кыргызстана Алтенбек Мамашев. Следующая весовая категория до 80 килограмм здесь встретились кыргызстанец Руслан Респаев и представитель Узбекистана Мирталиб Хаджоев. Ну и вот, как я уже сказал, будет проводиться целый ряд встреч. Но самое главное это то, что, как было отмечено, все поединки бойцов будут регистрироваться во всемирной, так сказать, сетке единоборств. Это очень немаловажно. Ну и также будут проводиться в Федерации Кулат Таймаш совместные промоутерские проекты с различными иностранными фейтинг-организациями. Ну а у нас идет борьба в партере. Пытается болевой прием провести Мирталиб Хаджоев. Не получается пока. Но тем не менее, вот рефери в ринге внимательно смотрит. Может быть, будет сдача. Довольно упорный поединок. Вообще, в центре фитнеса и бокса Стронг, вот где проходили эти соревнования, частенько проводятся различные турниры. Одно время очень много турниров по Валитуде проводилось здесь. Ну, в настоящее время проходят турниры по берманскому боксу и вот по Кулату Эртаймаш. Ну, кстати, вот я говорил, что бои этой федерации регистрируются в мировых рейтинговых изданиях. И забыл вам сказать, что это такие издания, как Шардок, Ринг-магазин и другие. Ну, и также федерация осуществляет масштабную программу массовой популяризации этого вида спорта путем создания качественных режиссерских трансляций боев. Ну, и также организуют совместные телевизионные проекты с телеканалами и продакшн-студиями. И, кстати, на канале, который открыт в Ютьюбе, очень много подписчиков на Федерации Эртаймаш. И там можно просмотреть практически все поединки с участием наших бойцов. Ну, а к весне следующего года Федерация планирует начало строительства масштабной крытой арены. А у нас сдался Руслан Рыспаев. Болевым приемом победу в этом бою одержал Миртолип Хаджоев, наш гость из Узбекистана. Следующая весовая категория до 84 килограмм. Здесь встретились Таражан Каязов, Кыргызстан, и Бехрус Бахромов, Узбекистан. И так, как я уже сказал, к весне следующего года Федерация планирует начало строительства крытой арены для проведения качественных и зрелищных боев. И там планируется создать специальные помещения для пресс-конференции, для проведения взвешивания спортсменов, как это во всем мире проходит дуэль взглядов, чтобы это все было красочно оформлено. Вот есть такие планы построить такую крытую арену. Ну, соответственно, одной из главных задач Федерации Кулат Тойр Таймаш ММА является популяризация этого вида спорта среди молодежи, среди подрастающего поколения, воспитание чувства ответственности, интернационализма и патриотизма. И, конечно же, основной целью является отвлечь молодежь от улицы и привлечь ребят к занятию спортом. Ну, не только единоборствами, вообще спортом, чтобы молодежь занималась и вела здоровый образ жизни. Таким образом, болевым приемом победу в этом поединке одержал. Таражан Кияжи. Еще одна встреча в категории до 84 килограмма здесь встретились Нуралы Уулу Алманбет Кыргызстан и представитель Узбекистана Тимур Салимов. Кстати, в настоящее время очень много ребят занимаются единоборствами на юге нашей страны. Это Ошская, Жалобатская, Баткенская область. И, видимо, не случайно федерация ММА создана на юге нашей страны. Там есть такие спортивные клубы, как Жашкош, Мадумарата. Это клубы, которые знают уже не только в Кыргызстане, но и во всем мире. А у нас в атаке Тимур Салимов. И, в принципе, довольно уверенно атакует, пока Нуралы Уулу Алманбет ничего не может противопоставить нашему гостю из Узбекистана. Вот мы видели еще один прекрасный удар. И борьба продолжается. В принципе, очень много ребят приходят в этот вид спорта из борьбы с самбо, из дзюго, из бокса. Некоторые, допустим, борцы параллельно ставят удар, ходят на занятия по ударной технике, боксерам. Ну, в общем, повышают свое мастерство. Но, на мой взгляд, как и говорит статистика, очень много боев, смешанных единоборств в боях одерживают победы именно борцы. Ну, а мы смотрим наиболее интересные атаки в исполнении Тимура Салимова, нашего гостя из Узбекистана, который в итоге и становится победителем этого поединка. И еще одна весовая категория, до 91 килограмма здесь встретились Нурлан Тактабакеев слева на ваших экранах и соперником Нурлана в этом бою был представитель Узбекистана Шухроп Залимжанов. Ну, вообще, стоит отметить, что довольно интересно прошел этот турнир. Вы и сами, наверное, это заметили. Качество боев было неплохое, довольно интересно. Прошли бои, зрителям скучать не пришлось. И, как я уже сказал, Федерация Кулак Туэр Таймаш ММА Кыргызской Республики планирует ежемесячно проводить такие матчевые встречи с различными командами. И так пытается болевой прием провести Шухроп Залимжанов. Не получилось, точнее, не болевой, удушающий прием пытается провести узбекистанец, но вышел из этого трудного положения Нурлан Тактабакеев. И, как мы видим, пытается атаковать, наносит удары в голову соперника. И вот пытается, по-моему, на удушающий перейти Нурлан Тактабакеев. И, возможно, это ему удастся. Нет, вновь. Узбекистанец также сумел выйти из этого положения. Теперь он уже контр-атакует. Довольно интересная борьба проходит в партере в таком бразильском стиле. Как вы знаете, наиболее хорошо в партере работают бразильские спортсмены, представители Валитуда. Но вот мы видим, что сумел Нурлан Тактабакеев, так сказать, поймать своего соперника. И провел прием рычаг в локте. И выиграл этот бой болевым приемом Нурлан Тактабакеев. Ну, а матчевая встреча закончилась еще нам 7-5 в пользу сборной Кыргызстана. Мне хотелось бы напомнить, что спонсором рубрики «Спортплощадка» выступает спортивно-развлекательный центр «Сан-Сити». А сегодня у нас в гостях президент Федерации Кулату «Эртаймаш» Руслан Кадырмышев. Здравствуйте, Руслан. Прошла у нас матчевая встреча по боям без правил по версии «Эртаймаш Кулату» в центре фитнеса и бокса «Стронг». Зрелищные бои получились. Но давайте сначала познакомим, так сказать, телезрителей с этой версией «Кулату Эртаймаш». Когда была образована Федерация вообще? Сама Федерация Кулату была образована лет 25 назад. Но именно та версия, вот эта всемирная версия Кулату «Эртаймаш», эта версия была основана, открыли эту версию в 2014 году, 3 октября. Была презентация данной Федерации. Что это, с какой целью это сделали, с приставкой Всемирной Федерации, это с той целью, чтобы Федерация Кулаты могла проводить не только республиканские соревнования, но и азиатские, и чемпионаты мира могли проводить наша Федерация. И в 2014 году, 3 декабря, мы провели первый свой большой международный турнир, где приезжали спортсмены с Грузии, практически со всех стран СНГ. Ну и основной бой, который был между «Джумайкулахтлик» и «Шахом Бобониджа», это спортсмен, американский спортсмен, очень титулованный, очень опытный спортсмен. Между ними был бой за титул чемпиона нашей данной версии. По-моему, я был на презентации, в «Авроре», да, было? Да, 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 в «Авроре» было. От «Кулату» чем вот эта версия отличается? Тем, что мы можем привлекать теперь спортсменов участвовать в боях, или чем? Да, чтобы вообще основная цель наша была, чтобы наши бои, у нас была возможность регистрировать наши бои в таком мировом портале, рейтинговом портале, как «Шердок». Мне кажется, профессиональные спортсмены знают, без этого, без «Шердока», допустим, наши спортсмены, это как паспорт для любого человека, поскольку, допустим, до нас, никогда в Кыргызстане, наши бои, которые у нас, хотя очень много турниров проходило, но, к сожалению, до этого наши бойцы могли регистрироваться в «Шердоке», только выступая либо в Казахстане, либо в России. И мы постарались и заключили контракт с мировым порталом «Шердок», чтобы все наши турниры, все наши бои могли регистрировать именно в этом портале, в мировом портале «Шердок». Что это нам дает? Это дает интерес не только спортсменов, для наших спортсменов, но и для спортсменов со всего мира практически, поскольку в странах бывшей СНГ регистрируют в данном портале только в Казахстане, это «Алаш Прайд», промоцер-компания нашей федерации, и только в России. А в других странах никто не имеет права регистрировать в этом портале. Вот что это вообще такое? Что это такое? Непосвященным людям. Это, допустим, все, которые смотрят телевизор, бои вот эти. Когда спортсменов в ход, говорят же, 12 боев, 2 поражения. И что касается наших спортсменов, которые провели более 200-300 боев, профессионалы, действительно, легендарные наши бойцы, когда открываешь этот портал «Шердок», там у них практически нулевые результаты. И когда к нам приглашают наших спортсменов из других стран, большие промоушены, мы отправляем наших спортсменов, и они, видя наших спортсменов, хотя мы объясняем, что они профессионалы, чемпионы, чемпионы Евразии, там Азии чемпионы, они говорят, ну, извините, по вашим результатам они какие-то новички говорят нам. Вот поэтому именно то, что мы сейчас регистрируем все наши бои в этом портале, дает очень большой шанс для наших спортсменов для продвижения в самые большие другие промоушены во всем мире, вплоть до Америки. Ну, я думаю, здесь не только идет продвижение наших спортсменов, но и вообще Кыргызстана. Да, безусловно, после того, что как узнали весь мир ММА, боевой без правил, узнал, что в Кыргызстане турниры региструются там, просто колоссальное количество предложений приходят к нам практически каждый день, начиная с Америки, Бразилии, заканчивая Японией. Плюс Монголия, Иран, вот даже со всех европейских стран практически. Что это дает, вот действительно, пригласить, допустим, с Бразилии или там с Америки хорошего бойца, пообещав хоть какой гонорар, это очень тяжело, поскольку лететь столько времени, приехать, подраться и, допустим, выступить, и выиграть, допустим, и не попасть в этот рейтинг, это очень отпугивает многих спортсменов со всего мира. Это, я так думаю, это наш козырь на данный момент. И проходимые турниры, которые мы проводили до этого, мы до этого провели три больших турнира, где разыграли два чемпионских пояса. Один остался у нас, у Джумавек Лахтлек, а другой пояс весовой категории 84 килограмма стал обладателем нашего пояса, Нудар Кудукашвили, он стал чемпионом. Ой, в Грузии столько праздновали. Хотя он и является чемпионом М1, всеизвестным в России, где президентом является Емельяненко, вот в этой, по версии М1, он чемпион. И в то же время пришел, он встретился с нашим хорошим бойцом, капитаном команды нашей сборной, Бахатом Бигбоевым, но, к сожалению, оказался лучше. И наш пояс ушел, как говорится, в Грузию. Ну, ничего страшного. Да. Есть к чему стремиться. Да. И, вы знаете, поскольку вот эти, к сожалению, на данный момент наша федерация не финансируется государством, каждый турнир где-то примерно расходит от полтора до двух с половиной миллионов сумм. Это расход прилеты, улеты, питания, проживания. И, на самом-то деле, наша федерация как-то сама пыталась все это время проводить такие турниры. Наверное, если есть любители данного вида спорта, они заметили, что уровень, на самом деле, за последний только год интерес к ММА очень сильно возрос. Это, мы, для чего это делаем? Мы стараемся даже вот эти дуэли взглядов, вот эти взвешивания, когда спортсмены приходят, стоят в стойку и смотрят друг в друга в глаза. Мы даже вот такие мероприятия перед турниром, мы пытаемся сделать так, чтобы человек, увидев за границей, они подумали, ох, а в Кыргызстане, хотя и где-то далеко находятся, что они вот так с большим интересом не только шердок, и, видя уровень наших турниров, хотели бы попасть к нам. Ну, наверное, все-таки любые, в принципе, бои без правил, это прежде всего шоу. Да, но, к сожалению, до нашего времени, до нас никогда этого не было. У нас, как заходили в комнату, вставали на весы, 55 килограмм, 55, давай, идей. Но поскольку это действительно спорт, можно сказать, самый быстрорастущий спорт, который вызывает интерес во всем мире, мы тоже пытаемся не отставать от наших коллег из других стран. Кстати, я вот заходил на ваш сайт, там очень много просмотров и подписчиков. Ну да, больше миллионов где-то, и действительно, если посмотреть, в каких странах смотрели наши дети, практически со всего мира смотрят, и вот поэтому нам прям пишут, оставляют свои заявки. Некоторые чуть ли не умоляются, вот в недавно был случай, пишут с Ирана, говорят, please help me, сделайте так, чтобы я выступил у вас. Практически, получается, 3 декабря вы, если, да, зарегистрировались? 3 октября. Ну, то есть год уже прошел, да? Да, уже год. Предварительные итоги есть какие-то, которые можно подвести? Это... Никогда до этого не приезжали руководители, вот именно ММА Федерации, а вот на второй турнир, когда мы проводили, приехали президенты ММА Грузии, Таджикистана, Узбекистана и России. И это действительно было приятно, когда они признали нас, приехали к нам, и участвовали их спортсмены, и дали должное, и захотели, нам сделали предложение, чтобы мы проводили, чтобы они проводили турниры там же, в Грузии, в Таджикистане и в России. Сейчас мы ведем переговоры, в какой стране будем сперва проводить наш турнир, вот именно Кулато. Я думаю, это большое достижение, то, что другие страны хотят провести не свой какой-либо турнир, а именно под лозунгом, под названием WEF, как у нас на родине называют, и Всемирная Миссия Скулато Эртаймаш. Ну, это тоже нужно отметить, что это самое первое, то, что если они проведут наш турнир, в первую очередь все результаты будут отправлены в этот мировой рейтинговый портал. Ближайшие планы, так сказать, какие еще у вас? Вот ближайшие планы, мы номерываемся, вот недавно, буквально 21 ноября мы провели турнир, WEF Pro Fight, это чем отличается? Вот, допустим, до этого три турнира мы назвали как WEF-1, WEF-2, WEF-3. Наверное, телезрители спросят, почему мы называем так WEF, WF? Это поскольку мы международная организация ММА, вот это наше длиннющее название для многих непонятно просто. А у нас так переводится как WEF, чтобы для всего мира было понятно. Всемирная федерация Иртаймаш. И вот, отличие турнира, который мы провели 21 ноября, это отличается тем, что мы провели матчевую встречу между сборной Узбекистана и нашей сборной. И хотелось бы отметить, что в Узбекистане пришли бойцы из клуба Ахмат, это непосредственно Рамзана Кадырова, вот от имени его отца вставленный клуб. Даже было приятно, когда они на своих официальных страничках отмечали, что в Кыргызстане прошел действительно грандиозный такой турнир, где выступали профессионалы. И вот, ну приятно на самом деле. И они хотели бы теперь в дальнейшем сотрудничать с нами, именно вот в Кыргызстане хотели бы продолжить сотрудничество с нами, вот именно по этой теме. Руслан, я желаю удачи вашей федерации, чтобы наших ребят действительно знали в мире. И в завершении разговора у вас есть возможность что-нибудь сказать нашим телезрителям. Уважаемые зрители, приветствую вас, добрый вечер. Руслан, хотелось бы, во-первых, пожелать вам удачи, чтобы в нашей республике, в Кыргызстане было все хорошо, чтобы были подачи, как называется, от экономического кризиса. Чем больше будет развиться наш Кыргызстан, чтобы не было революции, тем больше будет развиваться, мне кажется, спорт. И хотелось бы отметить, что спорт – это немаловажная часть для любого государства, поскольку за счет спорта, может, за счет экономики мы не можем так показаться всему миру, но за счет спорта, за счет наших спортсменов, лучших бойцов, мы можем поднимать наш флаг на международных аренах. Спасибо. У нас в гостях был президент Федерации Кулату Артаймаш Руслан Кадырмышев. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. До свидания. А сейчас о товарах, которые предлагает спортивно-экипировочный центр «Биксер». Добрый день, уважаемые телезрители. Компания «Биксер Спорт» рада приветствовать и презентовать вам новую коллекцию, которая называется «Клаб». Она подходит практически под любую символику, потому что у нее специально выделены белые плоскости для различного рода нанесений. Любой клуб, корпоративная команда, федерация или организация могут наносить без ограничения цветов любое изображение. В данную коллекцию входит костюм спортивный, тренировочный, ветровочная куртка, куртка утепленная, шапки, кепки, футболки пола и просто футболки. Также есть кроссовки различных моделей и модификаций. Эта коллекция получила широкое распространение в этом году и пользуется огромным успехом. Такие большие компании, как «Трансэкспорт Казахстан», федерация дзюдо, мини-футбольный клуб МГЭК использовали данную коллекцию для того, чтобы выделить свою команду. Эта коллекция в пяти цветовых гаммах – зеленый, красный, синий, серый и белый. Поэтому любая компания может подобрать для себя именно тот цвет, который необходим для выделения их бренда. А сейчас наша традиционная рубрика, которая называется «Фитнес-клуб». Здравствуйте, меня зовут Бахтеев Алексей, я инструктор тренажерного зала Центра фитнеса и бокса «Стронг». Сегодня мы поговорим о тренировках мышц трицепса. Одно из основных упражнений для мышц трицепса является жим узким хватом. Сейчас я вам покажу, как его выполнять. Хват берется на расстоянии 35-40 см друг от друга. Штанга также находится на уровне глаз. Снимаете штангу, медленно, подконтрольно опускаете, до касания грудью и выжимаете. Наиболее характерные ошибки при выполнении этого упражнения либо слишком узкий хват, либо слишком широкий. Но одна из самых основных ошибок в выполнении этого упражнения – взятие чрезмерного веса и во время выжимания штанги вверх отрыв поясницы, ягодиц от лавочки, что ведет за собой травму поясницы. Этого ни в коем случае нельзя делать. Следующее упражнение для мышц трицепса – это разгибание своеобразной рукояти. Выполняется оно следующим образом. Локти смотрят строго вниз и усилием трицепса, но не как за счет инерции, за счет именно мышц трицепса вы разгибаете руки. Движения должны быть абсолютно подконтрольными. В этом упражнении абсолютно не допускается читинг. Строго за счет мышц трицепса. Также мы рекомендуем выполнять данное упражнение в трех подходах по 10 повторений. Сегодня мы поговорили о тренировках мышц трицепса. В следующей передаче мы поговорим о тренировках мышц ног. Будьте здоровы, занимайтесь спортом, тренируйтесь с нами. И дополнят наш выпуск новости спорта за прошедшую неделю. Спонсором этой рубрики выступает торговый дом Дордой Плаза. Дордой Плаза. Магазином магазин. Во дворце спорта имени Кабау Лука Жамкула завершился чемпионат Кыргызской республики по борьбе дзюдо. В нынешних стартах приняли участие около 250 спортсменов из Ожской, Сыкульской, Нарынской, Жалобатской, Чуйской областей и города Бишкек. В результате проведенных соревнований весовой категории до 60 килограмм звание чемпиона страны завоевал Атар Бестай. В категории до 66 килограмм первое место занял Бектур Респамбетов. В весе до 73 килограмм золотую медаль завоевал Тарьель Усенов. В весовой категории до 81 килограмма победу праздновал Владимир Залоев. В категории до 90 килограмм победителем чемпионата стал Азамат Бектур Сунов. В весе до 100 килограмм на верхней ступеньке Естала поднялся Чингыс Мамедов. И в категории свыше 100 килограмм звание чемпиона страны завоевал Юрий Краковецкий. А в соревнованиях среди женщин звание чемпиона Кыргызстана в своих весовых категориях завоевали Комушай Саскеева, Ксения Бельдягина, Асель Мусабекова, Мэри Мамунова, Айжан Кадырбекова, Эльмира Акимова и Кристина Нежникова. В городе Кан завершился традиционный международный турнир по футзалу, посвященный памяти видного партийного и государственного деятеля Кыргызской республики Абдыша Сакибаева. В турнире приняли участие 6 команд, которые были разделены на 2 подгруппы. В группе А играли команды Абдышата «Наше пиво» и Абдышата-99. В группе Б за звание победителей боролись «Живое пиво», «Казахстанский Достар» и команда «ЭТР» – инженерно-технических работников компании Абдышата. В итоге предварительные игры завершились такими результатами. В группе А Абдышата со счетом 8-3 обыграла Абдышату-99 и сыграла в ничью 5-5 с «Нашим пивом». А футболисты «Наше пиво» в свою очередь со счетом 13-0 обыграли Абдышату-99 и заняли первое место в группе. В группе Б команда «ЭТР» со счетом 8-3 обыграла Достар, со счетом 3-2 нанесла поражение «Живому пиву» и заняла первое место в группе Б. А футболисты «Живого пива» со счетом 6-5 выиграли у казахстанцев и стали вторыми. В итоге в игре за 5-6 место Абдышата-99 со счетом 6-2 обыграла казахстанский Достар. В игре за третье и четвертое место «Живое пиво» со счетом 6-3 обыграла Абдышату. В игре за первое место команда «Наши пиво» со счетом 4-2 нанесла поражение инженерно-техническим работникам. Таким образом первое место заняла команда «Наши пиво». Серебряным призером стал футбольный коллектив инженерно-технических работников. И замкнула тройку призеров команда «Живое пиво». Также были отмечены наиболее отличившиеся игроки турнира. Так лучшим вратарем был признан Акрам Акбаралиев «Живое пиво». А лучшим игроком Евгений Пилипас «ИТР». Все победители и призеры были награждены призами от компании Абдышата. А в церемонии награждения принимали участие 4 брата. Это Алишер Абдышевич, Болот Абдышевич, Эркин Абдышевич и Совет Абдышевич Сакибаевы. Во дворце спорта имени Кабаулу Кажамкула стартовал новый сезон чемпионата Кыргызской республики по волейболу среди мужских клубных команд. В нынешнем розыгрыше национальной лиги примут участие 6 волейбольных коллективов. Это действующий чемпион страны Ошский клуб Бажи, серебряный призор Иссыкульский Жанэ Моун, пятикратный чемпион страны Бишкекский Салам Алик, Чуйский ЖТСУ, Дархан Ош-ТУ и Нацгвардия. Чемпион Кыргызстана Бажи Изоша начал защиту титула с уверенной победы над ЖТСУ со счетом 3-0. Жанэ Моун в упорном поединке вырвал победу со счетом 3-2 у новичка национальной лиги Дархан Ош-ТУ. А Салам Алик начал новый сезон с поражения. Команда Андрея Анкудинова в первом матче проиграла Нацгвардии со счетом 0-3. Нынешний чемпионат среди команд высшей лиги уже восьмой по счету. В нем играют лучшие команды прошлого турнира. Напомним, что в высшую лигу перешли две команды. Это Динамо и Жашкуч. В высшей лиге в сезоне 2015-2016 выступят пять команд. Это Динамо МВД, Жалэн, Ош, Улар и Динамо. В первый игровой день Динамо МВД обыграл новичка команду Жалэн из Оссыкульской области со счетом 3-0. А Улар в пяти партиях вырвал победу у Оша. Во второй игровой день в турнире команд высшей лиги произошли изменения. Один из фаворитов Динамо МВД проиграл одноклубником из Жалабада со счетом 1-3. А Ош, ранее уступивший Улару, обыграл Жалэн. И теперь по итогам двух игровых дней Ош вышел в лидеры в турнирной таблице, а два динамо коллектива и Улар идут за ним. Иссыкульский Жалэн проиграл оба матча и вместе с Кадамжаем, который первый тур пропускает, замыкает турнирную таблицу. В рамках турнира команд национальной лиги лидирует столичная нацгвардия, которая вслед за Саламаликом обыграла чуйский ЖТСУ. Также две победы в активе имеет действующий чемпион страны Бажи, но уступает гвардейцам по дополнительным показателям. Пятикратный чемпион Кыргызстана после поражения в первом туре от нацгвардии одержал первую победу, в новом сезоне сломив сопротивление Дархана Ош Тау. По итогам сезона 2015-2016 победители высшей лиги получат путевку в национальную лигу, а последняя команда национальной лиги в следующем сезоне будет играть выше. В матче плей-офф за право играть в национальной лиге сыграют пятая команда национальной лиги и вторая команда высшей лиги. Время нашей передачи подошло к концу. С вами был Тахир Гафуров. До свидания. До следующих выходных. Субтитры создавал DimaTorzok